Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! У нас утро, на самом деле, 12 часов, но очень пасмурно. И у нас потепление. В общем, всё начало таять потихонечку. Но говорят, снова будут морозы. Так что, как-то так. Вот. Мне... Спасибо огромное! Мне сделали комплимент по поводу того, что я стала распускать волосы. Я это делаю только потому, что я ношу шапку. А шапка и хвост для меня это вещи несовместимы. Но потому что шапка становится вот такая огромная. Поэтому я распускаю волосы, даже подзавиваю чуть-чуть кончики. Вот. Ну, чтобы тебе так красиво было, все дела. Как-то так. В общем, вчера получила свой заказ с сайта Вальберис. Все готовятся к Новому году. Ну, отчасти это тоже к Новому году. Я просто вот из отдела для дома, посуды в особенности, мне нужно просто всё. Всё мне нужно. В общем, я заказала себе вот такой набор. Вот с Вальберису наклеечка. Набор столовых приборов. 24 предмета на 6 персон. Вообще, вот так вот, чтобы на полную посадку, обычно, когда ко мне приезжают гости, это человек 12. Ну, 11. То есть, у меня полный, полностью стол. И мне нужно, получается, два набора. Но именно конкретно вот этот вот набор я взяла для использования, ну, вот, как бы нашей семьи. Здесь на 6 персон, ну, это хорошо, потому что, ну, вдруг там один-два гостя, и можно использовать этот набор. Потом я хочу ещё какой-нибудь, ну, в общем, хочу куча сервизов, куча всего. Чтобы у меня было и летний, и зимний, и новогодний на день рождения. Ну, в общем, вы поняли. Очень мне понравился вот этот набор. Сейчас я вместе с вами вскрой. Я получила вчера, но решила раскрыть вместе с вами. Ой, девочки. Вроде всё есть заказы у меня на Лайверис, но пока больше ничего не заказывала. Ну, не знаю. Сейчас просто думаем, перед новогодними праздниками, наверное, что там, неделя осталась. Наверное, я немножко подуспокоюсь. Вот, а потом так вот так вот выглядит коробочка. Это не просто, это просто, я вам могу сказать, это крутой, крутой, наикрутейший набор. Я когда увидела на сайте, я решила, что я хочу. Ну, конечно, я не с той стороны открыла, как обычно. Девочки, как обычно. Обычно вот эти наборы, они идут какие-то, либо жёлтые, либо такие, ну, типа подсеребро, да. Серебро-металлического цвета. А здесь наборы, сейчас я вам покажу. Это чёрные ложки и вилки, представляете? Здесь вот так вот скреплено. Сейчас я идут вот таким вот образом в комплекте. Давайте я открою одну ложечку пакетики. Смотрите, чёрного цвета ложка. Слушайте, у меня же белая посуда, и я обычно, ну, когда, там, мы просто собираемся, какой-то у нас такой мини-сабандуйчик дома, или, ну, там, один какой-то гость ко мне пришёл, или максимум два, я не достаю никакие сервизы. Я вот беру обычные свои тарелки и как бы накрываю на стол. У меня тарелки белого цвета. И мне кажется, что к белому вот такие ложки и вилки. Сейчас давайте ещё нож открою, да? Откроем один нож. Смотрите, какой. Вау! Смотрите, какая прелесть, девочки. Слушайте, он острый. Он острый такой. И здесь вот, ну, как обычно, вот эти зазубринки. Видите? Смотрите, как классно. К белой посуде или к чёрной посуде на белые салфетки положить, да? В принципе, к любой вот, ну, вот сочетание чёрного. Ну, я же обычно кладу вот так вот на салфетку. И белая салфетка. Я хочу ещё белые льняные салфетки, и тогда вообще будет огонь. Просто, девочки. Так, давайте ещё. Сюда входят ещё вилочки. Сейчас давайте вилку одну откроем вместе с вами. Смотрите, какая вилочка. Просто супер. Кстати, она остренькая такая. Смотрите. Просто. Смотрите, вот так положить, да? Вилку и нож. Вот для такого использования, для таких мини-сабандуйчиков, вот накрыть таким образом стол. Мои мужчины оценят вот такое. Это точно. Чёрного цвета. Это 100% оценят. Единственное, что здесь не рекомендуется. Я на сайте там почитала. Не рекомендуется мыть их в посудомоечной машине. Не рекомендуется. Ну, можно, наверное, один разочек-то. Вот. Но не рекомендуется. Смотрите. Смотрите, какая прелесть, девочки. Это я. Заляпала, что ли, да? Пальцами своими. Смотрите, какая. Сейчас я положу тарелочки, положу вам, ну, вот эти вилочки, ложки. Покажу, как это будет смотреться на столе. Мне кажется, это просто потрясающе. Ну, мои мужчины, вот такой набор вообще оценят 100%. Потому что чёрного цвета. И необычно. Потому что обычно жёлтые или такие, а здесь чёрненькие. Слушайте, огонь вообще. Я так радуюсь, на самом деле, когда покупают что-то для дома. Я так жду этот заказ, как будто я, не знаю, сумку себе новую купила. Я вот сейчас просто, знаете, заходила на Вальберис и смотрела, когда же, когда же придёт мой наборчик. Вот. Вот такой вот. Ну, ссылочку, кому интересно, я оставлю. На Вальберисе заказала. Вот. Ещё раз повторюсь. Видите? Такой вот набор. Ммм. Счастья моему, нет предела, девочки. Сейчас, ну, накрою на стол так, показать вам, как будет смотреться. Мне кажется, вообще очень круто. Смотрите, девочки, положила я. Смотрите, как всё это дело смотрится классно. Вот, посмотрите. Мне так нравится. Вообще прикольный, если сюда ещё, ну, белая салфетка, например, да, у вас любого цвета посуда. И вот такие вот чёрненькие. Я ещё забыла показать. Здесь ещё чайная ложка. Вот такая вот. Я её сюда положила. Вот. В наборе идёт в комплекте. Мне очень нравится. Ну, для таких вот, скажем так, домашних посиделок, вот так нас сервировать красиво, да, можно и другого цвета какую-то тарелочку. Можно, например, белую тарелку поставить, ещё какую-то цветную тарелку, да, но, в общем, играться можно по-разному. Мужчинам моим очень понравится вот такой цвет, как я уже сказала. Смотрите, как классно выглядит. Мне очень нравится. Смотрите. С белыми в особенности. Ну, я как бы, так как у меня тарелки все белые, тоже это недавно покупала, то для меня, конечно, ну, вообще супер. Мне очень нравится. Я, конечно, не знаю, правильно я насервировала тут, но, в общем, как положила, просто чайные ложечки, чтобы вам тоже показать, как они смотрятся. Скажите, очень классно. Я прям довольна. Девочки, поздравьте меня. Не знаю, когда покупаю посуду для меня, посуду или что-то такое для кухни, у меня прям как вообще, я не знаю, что. Вот, ну, в общем, супер. Так что наборчик мне очень понравился. Я посмотрела все ложечки вот эти вот, нигде никаких царапин, ничего нет. Ну, вот я вам показываю, да. Они все в хорошем состоянии, ничего такого нет. В общем, покрытие вот это хорошее. Супер. Мне очень нравится. Так что тоже всем рекомендую. Вот такой набор на 6 персон. Как раз самое то для меня. Ну, я так на троих пока тут вам, чтобы показать, накрыла. Ну, тоже на троих, на четверых. Даже нам просто какой-нибудь романтический вечер провести. Тоже супер. Красиво. Мне нравится. Как я уже сказала, у нас в Санкт-Петербурге потепление. Везде вот такая слякоть. Хотя стараются тут все убирать. Это мы во дворе идем. Забрала старшего после школы. И мы решили пойти в торговый центр. Меня, кстати, спрашивали по поводу того, спрашивают ли в торговых центрах QR-код. Нет, не спрашивают. Ну, соответственно, в продуктовых магазинах, понятное дело, что не должны спрашивать. Вот, потому что это продуктовые магазины. Видите, какие у нас лужи. Просто ужасно. Вот. А в торговых центрах нет. Это у нас, по крайней мере, не спросили. Мы зашли в буквоет. Нам нужно было купить учебник для моего младшего сыночка для дополнительных занятий, подготовка к школе. Вот здесь вот продавец нам как раз помог найти то, что нам нужно. Вот. И мы еще, в общем, посмотрели тут всякие книги. Вообще обожаю этот магазин, хотя он не бюджетный. Я бы так и назвала, но очень люблю гулять среди полочек. Здесь много канцелярии, всяких подарков, куча всего. И, ну, я зависаю в этом магазине. Это один из моих любимейших магазинов. Тут, кстати, к Новому году тоже всякие упаковки. В общем, много всего интересного можно найти. И, конечно же, мы еще зашли в канцелярию. В общем, я всегда здесь просто, ну, вот эти ручки, вот это все, блокнотики. Я все это очень люблю. Вот. Но мы пришли по делу, если честно. Решили с сыном все по делу только. Даже вот каких-то стирательных резинок, да, всяких разных точилок для карандашей. Здесь огромное количество всяких-всяких на любой вкус. И это на самом деле, ну, не знаю, как можно здесь не зависнуть. Мне лично все надо. Хотя оно не надо, но все надо. В общем, сыну тут всякое я предлагаю. Вот. Видите, все розовое для девочек, для мальчиков. Обожаю этот магазин. Это стирательная резинка в виде линейки. Такой маленький. Тоже прикольно, на мой взгляд. Так что мы с ним тут немножечко подзависли, как всегда. Ну, как, подзависла я, не мой сынок, конечно же. Вот. Как вы видите, в торговом центре не так много народу. Хотя время было где-то часа два. Это будний день. Поэтому, но все равно, магазины такие полупустые. Я бы так сказала. Видите, как мало людей. Хотя торговый центр этот, ну, раньше он... Здесь было очень много народу и в будний день, и в выходной. То есть такой проходимый торговый центр. И мы решили еще зайти в спортмастер и приобрести лыжи. Лыжи нужны и как в школу, так и просто. Моему сыну очень нравится кататься. У него уже были. Но малые ботинки и самые лыжи уже маленькие. Поэтому нужно покупать взрослые. Если он из них тоже вырастет, то они останутся мне. Потому что у нас сейчас практически одинаковый рост с моим сыном. Но он чуть-чуть пониже меня. И, кстати, я видела, но я много читала отзывов вот об этом. Такой самокат с лыжами для детей. На самом деле говорят, что он очень неустойчивый. И на него можно кататься только с горки. Но мне кажется, с горки на таком агрегате кататься это очень небезопасно, на мой взгляд. А вот просто по снегу отталкиваться ногой. Говорят, что невозможно вот эти... Ну, постоянно падают дети. Поэтому такая вот... Здесь мы как раз ждем, когда нам сделают вот этот крепеж для лыж. Конечно же, тут куча одежды. Но одежда спортмастера меня не особо вдохновляет. Не знаю почему. Вот, но как-то так. Так, приехали мы домой. Лыжи мы купили. Леофанушка пришел. Помощничек еще один ко мне. Конечно же, куда без моих хвостиков. Так, что купили мы в магазине Буквоед? Это небюджетный магазин. Тот же Лабиринт, например. Он и многие другие. Также на Вальбрисе можно заказать. Но у меня уже завтра будет урок у ребенка. У меня с... Леофан, иди, иди, иди. И так темно у нас, ничего не видно. В общем, он ходит в школу, в Лёвину, на подготовительные уроки. Они платные. Вот. Им нужно было купить математику. Учебник по математике. Ну, как учебник. Сейчас я вам покажу. Вот, в общем, вот такую штуку по математике. Раз ступенька, два ступенька. Я взяла и ту, и ту. Это какая-то четвертая часть. Это вторая часть. Первая идет для 5-6 лет. Вторая часть 6-7 лет. Вот они будут заниматься математикой. Учительница сказала, что это вообще супер-пупер. Стоит 319 рублей. Мне невыгодно было заказывать, потому что мне сразу ставили даже для пункта... До пункта выдачи доставку. Вот в этих магазинах. И мне нужно завтра. Понимаете? Поэтому вот как бы не успела заказать. Не успела подготовить. Но у нас как-то так мы спонтанно пошли на эти занятия. Поэтому, в общем, купила и эту часть, и эту часть, чтобы было, если что, вот в этой части мы летом будем заниматься, если они в школе не будут заниматься. Будем летом делать, да? Вот, видите, прям уже примеры всякие. Вот. Так что это, в принципе, ради этого мы и заходили. И мы увидели продолжение вот этой... Девочки, я вот от всей души советую, у кого есть дети, вот эту вот, вот эту серию, вот этих книг. Что-то я заговариваюсь. 369 рублей. Наверное, можно заказать на... Ну, там же Вальберес, Озон, там где Лабиринт, там где книжные всякие магазины. У нас есть все вот эти книги, кроме вот этого дневника. У нас, по-моему, нет вот этого дневника. Вот, вот эти... Это любимые книги моих детей. Обожают. Просто мы... Я читаю их, мне даже интересно. Серьезно. Вот, видите? Про кота-детектива. В общем, просто у меня дети балдеют от этих книг. Я от всей души, вот просто от всей души. Вот видите, их всего. Вот этот дневник, это, по-моему, просто какой-то там дневник, какие-то записи вести. Потому что самих книг вот всего семь. И все вот эти книги у нас есть. Вот седьмую мы взяли. Вот, в общем, сын мой счастлив, буду читать. Правда, я сейчас в электронном виде читаю книжку одну. Вот, но он сказал, что ту отставим, будем эту читать. Ну, будем... Я вечером перед сном читаю всегда. Но как минимум, в зависимости от того, какая глава, я как минимум по одной главе читаю. А то и больше. Они как-то... Они настолько у меня к этому привыкли, к тому, что я вечером читаю. Они успокаиваются там. И практически засыпают, пока я дочитываю. В общем, я фан. Хватит бандитничать там, мебель драть. Бандит такой, девочки, у нас. Вы не поверите себе. Это просто бандитизм какой-то. Смотрите. Это пуля от пистолета детей. Вот. Ну, еще сын у меня взял... Это тоже у меня младшему сыну карандашики точить. Ему в этот положу. Скажите, в пенал. В общем, он же теперь тоже в школу как бы ходит. Вот. Он, кстати, у меня младший сын сейчас ходит. У них подготовительные в садике. Учителя приходят с нашей местной школы. Тоже платная. И я его два раза... К ним приходят два раза в неделю. И два раза в неделю, только по другим дням, я его вожу в этот... В школу в Лёвину. В общем, езжу туда-сюда теперь. Вот. Это у меня сын взял стирательные резинки. Вот такие. Не знаю, сколько они стоят. Ну, в общем. Такие, сказал, мама, прикольно. Умнички девчонкам, наверное, подарят каким. Сказал, что не подарят. Ну, и ручку ему нужна была. Вот. Это у меня покупки в буквоеде. И еще я получила свой заказ с сайта фармакосметики. Вот сейчас получила свой заказ. И здесь все те продукты, которые я уже пользовалась и не раз. Это вот мне девушка одна написала. Почему вы не больше не показываете фармакосметику, не покупаете там или нет? Покупаю каждый месяц. А то и по два заказа делают девочки. На акциях всякое покупаю. И вот все то, что у меня здесь есть, я все это уже покупала. Во-первых, здесь, кстати, мне надавали кучу подарков. Давайте с них я и начну. Это какой-то... Только непонятно, чё это. Корейская. Холи-поли. Это корейская, наверное. Ну, в общем, ладно, посмотрю. Вот масочка мне такой. Подарочек. И шампунь. А, это маска для волос получается, да? Вот. Ну, обязательно попробуем. Это, по-моему, корейская, да? Кто знает? Мне кажется, это корейская. Ну, вид такой. Холи-поли. Они же любят всякое такое. Так, дальше. Вот такой вот батист. Вот этот шампунчик маленький. Вот очень удобно с собой, например, брать. Да? В поездки какие-то. Вот. Батист обожаю. Люблю. Так, дальше. Это тоже мне пробник. Пробник Урьяж. Обновляющая кожу. Сыворотка какая-то. Тоже попробуем. Дальше. У них какой-то был марафон подарков. Поет. Увлажняющий крем. Восстанавливающий контур. Контур кожи какой-то. Вот. Ну, тоже. Я люблю, когда вот такие подарочки дают, да? Так. Еще вот такой подарочек. Ну, вот этот Дермик. Не первый раз мне вот такие пробники приходят. Я их использую, но мне вот не возникло желание купить. Честно признаюсь. Ультрауспокаивающий крем. Вот все, что я пробовала. Мне разные кремушки приходили. Сыворотки приходили. Ну, так нормально. Ну, как бы. Ну, я не хочу покупать. Не знаю. Не вдохновили меня. Вот. Это все у меня подарки. Смотрите, сколько подарочков. Очень вот это приятно. Я люблю эту историю. Так. Не первый раз я беру вот что. У меня вот этот вот был летом. Беру сразу большую упаковку. 300 миллилитров выгоднее урьяж. Еще мне нравится термальная вода от Виши. От урьяж или Виши. А вен мне не очень нравится. И не очень нравится вот это Ларош-Позе. Вот выбирать из всех вот этих вод. Я выберу либо урьяж, либо Виши. Беру то, на что есть акция. Что подешевле. Вот. Взяла вот такой вот урьяж. Очень хорошо увлажняет. Сейчас, вот видите, здесь даже снимает раздражение. Это правда. Это действительно правда. От солнышка даже какие-то покраснения и так далее. А сейчас вот после улицы я, когда прихожу, у меня всегда, ну, такая немножко обветренная кожа. Так что супер. Так. Дальше. То, что я тоже уже беру не первый раз. Это вот такой тоник от марки Пойот. Мне очень нравится или вот этот вот тоник, или от Кларанс с ромашкой. Это лучшие тоники. Ну, конечно, от Холиленд самые лучшие, но они стоят больше двух тысяч. Вот. Ну, тысячи две где-то они стоят. А это вот что-то мне обошлось вот тысячу или в районе тысячи. В районе тысячи рублей. Девятьсот там что-то пятьдесят там с чем-то. Вот. Поэтому я его взяла. Баночка, правда, лично для меня небольшая. Ой, слушайте, а у него нет вот этой штуки. Смотрите, дозатора нет. О-о-о, я аж перепугалась сейчас. Вот он просто отвалился. Но это ничего страшного. Сюда обратно вставляется. Вот. Так что вот этот тоник очень тоже советую. Я беру тот, который для Экс-фолиант усиливающий сияние. Очень хорошо очищает кожу, успокаивает, не сушит. Вообще отлично. Тоже всем советую. И водичку вот эту, и вот этот тоник. И повторила, но это я вам уже показывала. Ну, как сказать, повторила. У меня до этого была другая линейка. Вот эта марка Джойка. У меня была в золотой упаковке такой. Золотой это для поврежденных волос. Я в этот раз взяла для окрашенных волос попробовать. Супер уход. Достаточно шампуня и бальзама. Больше вообще ничего не надо, девочки. У меня тут этот прыгает. Видите, там прыгает. Так вот, та золотая линейка. Не нужна ни маска, ничего. Вообще лучший уход. Вот мне сейчас нравится Джойка. И вот этот вот уход от Лореаль. Все, что я заказывала, тоже безумно нравится. Джойка вообще супер. Достаточно даже не каждый день им пользоваться, чтобы волосы были в отличном состоянии. В общем, повторила. И потом еще раз. Я просто, ну, закончится, я куплю еще раз. Это точно то же самое, как Лореаль. Из бюджетных уходов за волосами мне нравится марка Олин. Но сейчас от Олин у меня ничего нет. Вот. Так что вот такой вот у меня был заказик. Ну, такие подарочки, скажите, ну, очень приятно. Мне так, по крайней мере, очень так в поездку взял. Да, такую малышечку такую. И супер. Вот. Так что вот такой вот у меня был заказик. Ссылочки, как всегда, вам оставлю внизу в инфобоксе. И наша самая главная покупка в Спортмастере это лыжи. Ребеночек у меня уже катается вовсю. Да? Ничего, научится. У нас уже темно. Мы идем за старшеньким. За младшеньким. Подумаешь, мама перепутала. Вот такие у нас ярко. Такие. Зелто-зеленые, да? Да. Кислотные, короче. Да. Сразу эти палки взяли и ботинки. Так что. Ну, давай, езжай. А это я за младшим еду. Повезу его потом на обратном пути. У меня все пальцы заболел. Да. Мы сейчас с собаками гуляли. Леон на лыжах был. И я распал. Да. Один раз упал уже. Вот. Ну, ничего. Она учится. Будет у нас лыжник. Вот. Им очень нравится. Тебе нравится? Да. Просто он уже забыл. Да, он забыл, как кататься, бедняга. В первом классе он в школе катался. В первом и втором. В первом и втором. Потом лыжи малые стали. Вот. Ну, маленький он уже вырос. Лось. Теперь вот так вот едет. У нас уже темень такая вообще. В общем, поехал красавчик мой. Поехал падать. А я себе лыжи не хочу. Я хочу себе финские сани купить. Чтобы нам с младшим, с моим младшим, тусить, ездить. Вот. Ну, чтобы так же Лёва на, знаете, на лыжах. А я на финских санях с младшим. В общем. Хотели в торговом центре найти, но не нашли, да? Не падай. Не нашли. Нету финских саней. Надо их заказывать. Только что-то стоят они там 10-12 тысяч. Я прям обалдела. Ну, ничего. Закажу себе. А то так прикольно, пока мы идем за младшеньким. Езжай, езжай. Вот. Я на финских санях. Они же тоже такие с полозьями такими. Вот. Как бы. Как. Как, наверное, на самокате. Что-то типа того. Это как на лыжах. Да. А Лёва на лыжах. Вот. Так что. Типа. Ты и я спортивная семья, да? Да. Не падай. Ой, все, пойдем маленького заберем. Забрали маленького. Лёва на лыжах. Я уже, я еще раз один упал. Да, еще один раз упал. О, машина! Машина. Уже падаешь. Я на конца. Вот так вот мы гуляем вечерком. Ну, что, погода хорошая. Плюс один уже. Красота. Маш, смотри. А. Я сейчас буду на конца. Давай. Младшему тоже лыжи захотелось, как всегда. Но у нас есть от Лёвы, которые еще остались. Не знаю, будет, не будет. Скорее, нет, чем да. Умничка. Да. Вообще, мы идем домой. Кто-то на меня ругаешься. Пришли домой. Ругается на нас. Скажи, ужинать уже пора. Снег мы тут чистим. Он мокрый, тяжелый. Кто-то горку строит, да? Кто-то на лыжах катается. Девочкам ужинать пора. А мы сидим. Я на качельках сижу. Да. Иди, чули мои. Да, Бонна, скажи, пошли домой уже. Хватит тут фигней заниматься. Да? Я уже, скажи, нагулялась. Сейчас пойдем. Мы посидим вначале чуть-чуть. Да. Ну что, Бон? Что, скажи, хозяйка, пошли. Уже невозможно, да? Невозможно уже. Не ешь мои перчатки. Не ешь мои перчатки, нос твой. Дёси, давай, Новый год, Новый год. Облизывай, зачем ты мне перчатки? Бонна, что ты делаешь? Бонна, ты меня сейчас свалишь отсюда. Вот оно, Бонна. Не обожаю, я меня воню. Не-не-не-не. Бонна, тебя напали. У меня с Джуси вообще не был. Новый год, Новый год. Она вот туда-сюда бегала. Я шупала за нее. Вот у него. Замажотка. У него хорошая. Дёси. В ладуне сел. Бонечка. Джуси. О, Бонечка хорошенькая. Давай, поехали. Бонечка хорошенькая. Хорошенькая. Да. Девочки. Девочки. Напомню. Продолжение следует...